На библейский портал Экзегет пришел вопрос, можно ли верить в Бога и не ходить в церковь? Можно, и очень многие так живут. Я думаю, что это люди, которые не получают самых главных даров. Ради которых существует церковь. Бывает, что человек воспитан так. Никто у него в окружении, в его детстве, в его юности никогда не ходил в храм. Но все-таки храмы сейчас открыты. И зайти туда очень просто. Постоять, помолиться, попробовать, что это такое. Взять в руки Священное Писание, почитать его. Я думаю, что если человек этого не делает, ему это просто неважно и неинтересно. Он не ищет Бога. Поэтому, если такой человек среди верующих, не знаю, можно ли назвать его верующим. Все-таки для нас, для христиан, вера — это не некое отключенное абстрактное знание. Это такие религиозные убеждения, ради которых я готов менять свою жизнь. И очень многим жертвовать. Вот если вера меняет мою жизнь, то для нас это вера. А если никак не меняет, то мы не называем это верой. И апостол Иаков в своем послании приводит в пример демонов. Он говорит, что бесы веруют и трепещут. То есть они знают точно, что Бог есть, они в этом не сомневаются. Но это никак не меняет их жизни. К сожалению, сейчас огромное количество людей не заходит в храм и не открывают Евангелие, даже имеющие гуманитарное образование, даже преподающие литературу, даже любящие Достоевского. И то принципиально не открывают Евангелие. И однажды я разговаривал с таким человеком очень долго. У нас получился такой доброжелательный диалог. И я говорю, ну все-таки объясните мне, ну почему? Ну вот в конце преступления, наказания в руки Раскольникова дается Евангелие. Ну вы знаете, что это была любимая книга Федора Михайловича. Все поля исписаны. Там, где не было карандаша, он ногтем что-то подчеркивал себе, помечал в ссылке. Почему вы не открываете? Он задумался и сказал, а я знаю, что тогда придется меняться. А я не хочу, меня все устраивает. Его устраивает, что у него любовница. Его устраивает, что он не хочет от этого отказываться и так далее, и так далее. Что он берет взятки или что-то еще. Его все устраивает. И он знает, что он откроет Евангелие или придет в церковь. И придется поменять жизнь. А он не хочет. Христос в Евангелии говорит, что люди не идут к свету, потому что дела их злые. А свет обличает их тьму. Поэтому, чтобы не быть обличаемы, не быть укоряемы от совести, они прячут от себя свет или просто не идут туда, где они могут быть обличены. Поэтому это... Вот есть то самое нежелание расстаться с темными сторонами своей жизни. Поэтому это как те самые жители Гадары, которые после исцеления Бесноватого сказали, Господи, выйди от нас. Потому что для нас возможность, нарушая закон Моисея, в пасти свиней, она нам важнее, чем та истина, о которой ты рассказываешь, даже свидетельствуя ее такими великими чудесами. Нам это не нужно. Поэтому человек, который имеет возможность прийти в храм и не идет туда, это человек, которому Бог не интересен. Я вот думаю, что это так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.